сегодня в эфире программы правда 24 демоны театральные в этом году 200 лет великому российскому поэту лермонтову и театр эрмоловый который сейчас называют театром меньшиков на самом деле решил по-своему это дело отметить об этом расскажет собственно сам олег меньшиков сергей землянский здрасьте прошу сергей меня к вам сразу вопрос то что лермонтов понятно даже то что вот демона выбрали понятно почему без слов почему эта версия без слов вот это непонятно ну попер во первых это специфика моей работы я понимаю да поэтому к вам собственный вопрос когда как режиссер и для материала с которыми работаю то есть прежде всего если при прочтении я понимаю что это можно сделать за неимением текста языкового да то сразу значит есть момент того что как фантазийный до творческий и так далее вот собственно вот таким вот моментом я прихожу к тому что можно это сделать и либо нельзя вот демона мне показалось что это возможно сделать как вы то на это пошли вы знаете с удовольствием потому что во первых мне нравится что в современном российском театре возникает такое движение как пластический театр да и плюс когда сергей принес название перечень названий среди них был демон я очень обрадовался знаете потому что я когда-то играл у меня было встречи с этой поэмой а есть лет назад примерно да 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 а есть такие роли которым прикипаешь вот есть вот мне говорили люди которые играли гамлета что вот она как-то настолько тебя в тебя влезает что ты с ней распрощаться не можешь всю жизнь вот она снится так у меня с этой роли ничего не случилось вот с демоном вот что-то случилось я играл ее недолго по и даже по причине не то не организационным а просто какая-то произошла фигура мистическая сам михаил юрьевич странная демон вот и по почему я все время возвращаюсь к нему вот он как он 10 лет писал он 10 лет из 13 лет творчества он 10 лет писал демона 8 редакций причем все время возвращался всю жизнь писал и конечно всю жизнь не бы не буду возвращаться к демону но когда сергей произнес демон название мне казалось во первых это очень точно может лечь на пластическую историю вот просто проводно просто вот эта история ну она придумана для для этого и плюс а вы знаете мне показалось что это под то есть не показал в результате выяснилось что это потрясающая школа для артистов вообще этим заниматься должны во всех театрах сергея должны просто звать в качестве преподавать ну вы знаете я я не узнавал артистов которые работают в театре которым я руковожу я не понимал кто это на сцене мы пуша не работают телом да вы понятие люди которые не предполагали в себе никаких движенческих способностей они дают такого дрозда я не понимал я не я не верил что потом не горе это тот ты это тата я я я я я правда не верил потому что но это ну это какая-то в общем-то немного времени было у сергея гигантская работа там там не только молодые люди там пожилые люди работают и это в общем знаете это производит это ну понятно по художественный руководитель хвалит спектакль своего театра вы знаете если бы не было чего хвалить я бы не просто не пришел бы к вам блять это мне кажется очень красивый спектакль и очень знаковый спектакль там есть смыслы разные и каждый ловит свой смысл художник вообще не обязан понимать что он транслирует потому что у каждой в свое настроение в свой день приходит и каждый ловит то что ему нужно этот спектакль дает почву для размышлений для ну для для того чтобы ну вот услышать что тебе в этот момент хочется понятно раз мы про пластику говорим то я не могу конечно как про самое пластичное в мире животное не сказать вы у нас уже не первый раз нора до 2 нора я помню что вы отказались взять вот поэтому нору я не предлагаю вам кстати тоже не предлагаю мы предложим коммунити зрителей кстати про них говорят что они реально видят демона что вот у кошка она а как или выражая не знаю вот у них какой-то какие то есть рецепторы как мы знаем от не самые умные животные массы достоин среди которых вы кстати верите в демонов сергей смотря в каких но мне кажется у каждого человека есть свой демон и может быть даже не один у вас какие у меня какие не могу сказать наверное хорошо у вас вы сейчас вы потом вы знаете в этом есть какая-то вот он же печальный да печальный демон это он сослан ведь не в ад понимаете а в какую-то в космос какой-то пространство в эфир и за может быть эфир это да а быть одному в таком постоянном космосе где звезда звездою говорит но вот я думаю вот печальный изгнание и презрением вот эти три слова определяют вот эту вот всю историю тоже презрение печальный понятно изгнание тоже понятно презрение я считаю что эта категория такая достаточно высокая как одиночество эти категории нужно заслужить одиночеству нужно заслужить одиноки я одиноки это или гордыня или тщательное скрывание своих многочисленных комплексов от такое одиночество да если если это не не обретает категорию высоту также и презрение это не такое брезгливое омерзительное отношение да я еще был один персонаж который наговорил что его спрашивает сэпион что тобой движет как какое чувство к людям калий был отвечал презрение то есть знаете когда говорит поговорим что люди смотрят немножечко сверху вниз поднуть земли на на небо да то мне кажется что лермонтов чуть-чуть все таки он откуда-то сверху вообще вообще весь в горах у него все горы у них все кавказ и это летает под углом смотрел как-то да как-то да хотя был человек очень странный очень очень злой был человек он мизантропом да был он был обречен но не мартынов кто-нибудь другой его убил бы все равно к сожалению скажите а вот 21 22 апреля состоялась премьера спектакля и среди тех отзывов которых я прочитал мне на самом деле показал наиболее точно тот где было сказано что вы угадали тренд нынешний молодежных фильмов про вампиров что ваш демон он вот из этих из приносящих бессмертия тем кого он полюбил вы думали об этом когда работали над пластической составляющей вы знаете к сожалению или к счастью я вообще об этом не думал даже даже мысли не было потому что я не видел этих фильмов что как вы не видел меня сумерки не смотрел правда не все эти дозоры дозор смотрел хорошо отлегло не думал об этом думал про наверное про какую-то культурную составляющую с точки зрения какой-то ценности ценности сегодняшнего дня да как бы чуть-чуть может быть посмотреть взгляд со стороны на то время как бы фантазия увидеть это эту культуру эту составляющую отношений и так далее именно с точки зрения как мне кажется того времени хорошо но в пластике ведь очень важная составляющая эротическая какая-то вот сексуальная вывод как-то акцентировали сексуальную привлекательность артистов на 60 плюс это я понимаю нет уже уже бен сюда до снизили значит меньше сексуальности но здесь действительно вы про это думали или нет про то что они они на самом деле должны выглядеть достаточно сексуально на сцене как они будут двигаться нет или не должны не могу сказать что я специально об этом думала но может быть как-то само собой получилось даже получается потому что история то любви вот поэтому так или иначе они все равно красивые артисты в театре ермоловой вот и получилось красивая с не ну красота и сексуальность мы знаем это нет и не обязательно сопряженный по этому могу человек может быть красивым и а сексуальный вина и на наоборот а отзывами бы довольны то что уже написано спектакли то что сказано вы знаете я думаю сейчас сергей меня по по продолжит но мне кажется ну во первых написано не так много потому что наши критики народ странный они даже если приходят почему-то у них очень выборочно но они давно уже разговаривают друг с другом а хотя не с театром у них свои какие-то мы тем не несколько лагеря свои создали и значит они воюют дружку дружкой нам гораздо дороже так называемый сарафанное радио которое пошло и достаточно хорошая и достаточно серьезная и отзывы достаточно хороший и если читать в интернете вот там зрители простые наши зрители вот они пишут очень хорошо очень хорошо ну естественно кому-то кому-то это претит естественно вот кому это претит и что именно ну были допустим упреки в том что ну скажем так не богу угодно это дело как бы демона пиарить поскольку он у вас то вызывает нас на всем зимой вот я не считаю что это богоборческое произведение вот все равно вот хочу хочу хотеть со мной делать так все это от интерпретации зависит здесь же получился что демон так он вызывает же сочувствие зрители хочется чтоб все у него а он всегда вызывает сочувствие всегда вызывают убиваете как и собрать особо не делали игре и в драматическом театре он всегда вызывает сочувствие а так и должно было быть такая такая была задумка у автора скажем так как вы считаете у лермонтова но можно его не знаю может быть мне вообще кажется что то части автобиографичный поэмы. Ну, так, во всяком случае, литератоведы так считают, да. А он еще кому-то сказал, когда ему сказали, что с кого вы писали, он сказал, что вы не поняли себя, а эта дама ему сказала, ну что, вы не такой мрачный, не такой соблазнитель, он говорит, да я еще хуже, чем мой демон. Ну да, ну... Вот, и может быть, от прощения самой поэмы нет к финалу какого-то такого достаточно ясного сочувствия к нему, да, вот. В спектакле, даже сам вот я знаю, чем это все закончится и через что они все пройдут, даже мне иногда вдруг становится его жаль, искренне по-человечески жаль, потому что он предпринимал какие-то все-таки... Ну, он так старался, ну, правда, он влюбился, ну, он старался, он говорит, хочу любви, хочу молиться, ну... Забоевывал. Конечно. Влюбился, попал. Парень, ну... А кастингом кто занимался? Я занимался. Вы полностью делегировали ответственность... Нет, ну Сергей, конечно, советовался со мной, но, в принципе, конечно, основополагающее мнение было его. Ну а как? Ему же работать-то, а не мне. Да, я смотрел практически большую часть труппы театра, и уже из артистов, которые были мной просмотрены, уже так или иначе понимая, кто, как, что может делать или не может делать, уже раскладывал примерно по персонажам и вообще по участникам спектакля. Ну, естественно, потом уже к своему графику, к своему списку, да, Олег Евгеньевич подключился, и мы уже там что-то корректировали, что-то кого-то добавили. У нас есть приглашенная пара нашего театра, это Сережа Кемпо и Рита Толстоганова, вот они играют Демона и Тамару, и есть приглашенная пара Дима Чебутарев и Зоя Бербер, это вот второй Демон и Тамара. Второй состав. Два состава, да. Вот. Хорошо. Что не получилось, вот, из того, что было задумано? Ну не бывает же прям вот идеально, что мы так вот... Да, на чем еще вот можно поработать, что можно проапгрейдить? На мой взгляд, спектакль случился, вот, он случился. Может быть, там премьерные спектакли были чересчур волнительными среди артистов, среди участников. Это помешало? Нет, я не думаю, что это помешало, просто я вижу это чуть-чуть иначе, чем зритель, сидя в зале, вот. Над чем мне хочется еще поработать и чего, так скажем, уточнить в этом спектакле, это над какой-то, может быть, простотой движения и эмоции, вот. Вот какая-то простота в этом должна быть, в хорошем понимании этого слова. Хорошо. Какие есть мировые, скажем так, образцы подобного рода экзерсисов, когда произведение известное, такое вот поэтическое, ставят именно как танец? Я не знаю даже. Это... То есть вы в этом смысле новаторы, то есть вы прям... Не по каким лекалам не работали? Обычно свои свои придумывают, да, какие-то истории? Мне кажется, ну, я такого, по крайней мере, не встречал, может быть, это и есть. Вот я поэтому, я думаю, ну, мне-то, понятное дело, я могу чего-то не знать, у меня работа такая, чтобы знать. Я тоже могу не знать, это вот Сережин диатрон должен знать. Ну, если, мне кажется, и делают, то это делают балеты. Да, ну, балеты, это очевидно. Профессиональными артистами балета и так далее. В данном ключе это драматические артисты, которые, собственно, существуют, не используя текста, языка. Вообще у меня есть мечта, я Сергею предлагаю, не буду говорить название, соединить, чтобы мы попробовали с ним вдвоем делать спектакль. Один берем драматическое какое-то произведение, где какая-то сцена идет языково, то есть говорится, а одна сцена идет пластическая. То есть она не переводится, она не повторяется. Она играется смыслом... Это должна быть какая-то узнаваемая вещь, да? Да, естественно, это вещь, которую должны все знать. Зрителю. Да, да, но это может быть очень интересно. Вот такой вот, одна сцена такая, другая такая, одна такая, другая такая. Кстати, я тоже о таком формате не слышал. И я не слышал, поэтому это интересно. Вы сейчас взяли в эфире, попалили идею кто-нибудь. Ой, ой, боже мой, да пускай попробуют. Надо запатентовать сразу, что это вот такой вот ноу-хау меньше кого-то. Или театр имени Ермоловой. А скажите, вот мне интересно, вы в жизни, скажем так, не в работе, а вот в быту, что вы смотрите? То есть вы потребляете как зритель что? По телевизору, там, или куда-нибудь, кроме театра Ермолова вы ходите? Что вы? Сергей как раз ходит, по-моему, везде. Это я никуда не хожу. Вот потребителем чего вы являетесь? По возможности стараюсь смотреть. Это редко, может быть, происходит, потому что если идет какой-то насыщенный, там, работаем над каким-то спектаклем, естественно, времени особо нет. А если есть время, то стараюсь посещать премьеры, как московские, так и то, что привозят в Москву и так далее. А вот вы обронили к фразу, что вы никуда не ходите, ничего не смотрите. Почему? Такое вот присыщение всем или ничего хорошего нет? Извините, когда-то Зоя Борисовна Бугуславская сказала мне, ой, Олег, вы как Вознесенский, вас кроме своего творчества больше ничего не интересует. Это правда, да? Ну, это не совсем правда. Не, вы знаете, ну, я хожу, зная, вот я иду, ну, вот, я иду на стрейлеры 100%. Я иду, когда я знаю, что я точно, ну, не расстроюсь, грубо говоря. Мне так обидно расстраиваться, потом идти за кулисы, что-то давить из себя какие-то слова, фальшивый, врать что-то. Неохота, просто неохота. А хорошего, такой, по-настоящему хорошего, в общем-то, мало. Но его и не может быть много, и это нормально, что этого мало. Поэтому я мало. Я, ну, мы с женой вот как, каждый вечер по кино. Конечно, в дерьмановал. Дерьмановал? Дерьмановал, нет, иногда ходим, 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 ходим. Такие всякие романов там, такие вот серьезные, где можно там лечь, где можно там поесть во время кино. Но так, все равно это кино, кино вообще для меня не искусство, вот я считаю. Ого! Сказал Меньшиков. Я вам скажу, то, что зависит от технологий, от научного прогресса, не может быть искусством. Там все-таки не наступно. Ну, слушайте, уберите технику, уберите все новшества из кино. Это вот мы про танцы говорим, там уберите технику, ничего. А вот если, а танцы останутся, постели коврик и поставь артистов, вот и все, и театр. И никуда, и свет-то, в общем-то, не нужен. Два фонаря поставь, и все, и театр готов. А кино убери у них фонари, кина не будет. А, кстати, вот такой вещь, ведь если экранизировать, то там вот как раз, если вы меня натолкнули на мысль про технологии современные, то там ведь можно вообще фантастические вещи делать в смысле танца. То есть подать-то это можно с помощью съемки вообще просто невероятно. Да. Особенно если еще компьютер к этому подключить. Да, конечно, там же и такие могут быть прыжки, полеты, что никаким демоном... Ну, это уже все это делается на Западе, в Европе, в Америке. Так, это понятно. А у нас это будет делаться? Не знаю. Вы не думали об этом? Да я не думаю, мы не дотянем еще пока. Куда нам такое это кино освоить? А куда там... Да ладно, откуда вот такое вот мы не дотягиваем? Нет, а что... А что мы дотягиваем, что ли? Ну-ка назовите мне... Меньше, великий, великий актер мне говорили, что... В мире-то, в мире таких... В последнее время каких-то выдающихся наших... Ну, это трудно. Пока я оптимизма по поводу нашего кино, что вот оно возрождается, вот оно сейчас набирает... Нет, абсолютно нет. Потому что этого нет. Ну, а... Хорошо, а если мы чуть в сторону просто отойдем, вот от демона, просто вы меня заинтриговали, а вы считаете, что это не какая-то общая глобальная тенденция снижения какой-то планки, что это только в России у нас кино не возрождается, а не деградирует вообще? Вообще. Ну, тогда... Везде, да, я и говорю, потому что оно сейчас вообще стало зависеть только от технологий, поэтому... Поэтому вот, ну, я не знаю, может быть, потому что уже возраст у меня какой-то... Я не видел фильма лучше, чем «Охотник на оленя», понимаете, за последние 10 лет. Но не видел я, вот он как остается великим фильмом, так вот он и остается. Ну, 70-е годы это вообще, в общем-то, в кинематографе, в том числе и в «Заокеанском поле». Скажите, а искусство танца, оно ведь очень сильно изменилось. Если вот мы сейчас вот там упомянули там культовую ленту голливудскую, там, 30-40 лет недавности, а вот за последние 30-40 лет, по вашему мнению, что изменилось в искусстве танца? То есть это произошла какая-то революция или вот происходит некое какое-то развитие, как оно происходило там и до того? Есть, конечно, безусловно, и развитие, может быть, где-то в чем-то деградация, может быть, да? Я люблю про деградацию. Это, да, то есть на месте не стоит, на месте не стоит. Я думаю, нам надо будет обязательно встретиться еще раз, когда уже разгонится вот этот проект, когда будет понятно, вот что из задуманного получилось. И главное, когда вы меня заинтриговали, что вот с новым форматом, что вы же придумали какой-то новый формат. Вы к нам не ходите в театр, почему не ходите к нам в театр? Ну, я приду теперь, теперь просто обязан буду прийти. Мы заканчиваем это, кстати, в отличие от... От подруги. Да, да, да. Пусть она отдыхает. У нас появилась новая традиция в подаче гвошек у Ценка игра в правду. Как это выглядит? Здесь четыре фишки и карточки с вопросами. Такого же цвета. То есть каждый из вас вытягивает фишку и выбирает карточку этого цвета и отвечает на вопрос. Хорошо? Мы закончим. А что надо делать? Сейчас. Давайте Сергея про экспериментируем. Вы выбираете любую фишку. Любую, да. Так, она желтого цвета. Выбираете любую желтую карточку. Ой, класс, процесс какой. Любую убери. Я все раскинул. И зачитывайте вопрос. Приходилось ли вам намеренно наблюдать интимные сцены через окно соседней квартиры или автомобиля? Это все там такие вопросы, да? Нет. Такое, кстати, вообще первый раз такое слышу. Это все вопросы к вашему коллеге Куценко. Я сразу дистанцируюсь. Вы с вами ответили? Могу ответить. Нет. Никогда такого не наблюдал. Мне кажется, это... Не знаю, для меня это не... Да вы не оправдываетесь? Некорректно. Это собственно... Так, ну и вам, может быть, будет красный. Красный, а никому-то пожестче. Нет, белый, это свободный. Вопрос там ничего не написано, на самом деле. Поэтому выберу вам я карточку вот синего цвета. На подумайте. Есть у вас сейчас долг, который вы на самом деле не планируете отдавать. Нет, мне долгов, нет, должны только мне. А кто вам должен? Все. Все? Ну не все, много. Сергей, он должен что-нибудь? Сергей отработал полностью? Да. Хорошо. Я вам должен подарить книги. Это 24 кадры правды про. Здесь наша, кстати, предыдущая беседа включена в эту книжку. Это про кино. Спасибо. Будет обязательно про театр, такая же книга, на где, надеюсь, наша беседа туда попадет. Вот. И я действительно реально очень заинтригован появлением нового формата. И надеюсь, что все обязательно сходят, посмотрят демона. Все поделятся этим, а главное, все будут ждать вот этот новый формат сочетания текстовых фрагментов и танцевальных. Мне кажется, это звучит просто фантастически. Это только Сергей говорит. Просто фантастически. Не думай пока, конечно. Но это уже ваше прерогатива. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.